Дудинка У меня когда брали это интервью, там девушка, корреспондент спросила, говорит, у меня такое ощущение, что из всего самолета вы больше всех хотите попасть в Дудинку, хотя туда едете уже четвертый раз. Я говорю, ну это правда. Для меня это особенное какое-то место, и место, я считаю, делают люди. Потому что, я вот помню первый год, сейчас понятно, я приехала, мы уже друг друга знаем, мы как будто родственники уже друг другу, спрашиваем, как дела, как дети там у многих, особенно в отеле. Но когда я помню, я приехала первый раз, у меня, ну то есть мы друг друга не знаем, но все равно такой теплый прием. А насчет природы, ну, конечно, это удивительно. Конец мая, я сейчас вышла, там идет снег, и такой парнишка на велосипеде. Я думаю, ну правильно, почему бы не покататься? Снег идет, самое время покататься на велике. Ну и, естественно, полярный день, такого нет нигде. Потому что даже белые ночи в Санкт-Петербурге, там все равно не настолько светло, а здесь типа час ночи, солнце вышло. Привет! Где вам больше нравится работать, на радио или на телевидении? Радио – это особая любовь. Радио отличается от телевидения, самое главное, чем? Тем, что у тебя всегда есть моментальная обратная связь. Потому что на телевидении у тебя прямой эфир, у тебя нет контакта с твоим зрителем. Также нет контакта со зрителем прямого, когда ты что-то записываешь в Ютубе, да? Но, условно, когда ты делаешь прямой эфир в Инстаграме, в Ютубе, у тебя есть всегда обратная связь от зрителя. Ты можешь что-то рассказывать, какую-то тему, у тебя тут же прилетает, это неинтересно, а вот тут накосячила, а вот здесь чуть-чуть приврала, да? Такая же история на радиостанции. То есть нужно быть всегда настолько в тонусе, ты можешь рассказывать на одну тему, условно, бабслей, а слушатель может позвонить и сказать «Эм, эм, здравствуйте, я там пропустил что-то, только включил радиостанцию, а вы уже назвали результаты игрового дня в НХЛ? Как там наши, как там Овечкин, Вашингтон?» И ты такая «А, да, конечно, еще не рассказывали, но вот там…» И ты должна ответить зрителю моментально. И вот в этой истории на радиостанции нет места непрофессионалам. То есть это настолько сразу вычитывается, прям моментально. И поэтому радио для меня у вас с какой-то стороны даже более сложная история, чем телевидение. Потому что на радиостанции у тебя есть режиссер, которого ты слушаешь, у тебя есть коллеги-соведущие, которых ты слушаешь, у тебя есть WhatsApp, Viber, чаты, опросы ВКонтакте, и у тебя есть еще слушатели, которые звонят, и это все происходит в одно время. Потому что на телевидении у тебя есть звук, у тебя есть режиссер в ухе и шеф-редактор. Скажите, что общего между страстью и спортсменом? Любовь к спорту, любовь к тому, что ты делаешь. Ну и вообще вы посмотрите, даже керлинг, казалось бы, довольно спокойный вид спорта. Но вы посмотрите, какие решающие моменты они там настолько со страстью отдаются тому, чем они занимаются. То есть им настолько важно, чтобы камень пришел вот именно в то место, куда они его направляли. Чтобы N закончился в их пользу, чтобы матч закончился в их пользу. Спорта вообще без страсти не бывает. А скажите, а как вообще так получилось, что именно вас позвали вести это мероприятие среди всех потенциальных кандидатов? У Федерации керлинга России они проводят вообще очень много мероприятий. И не только там в Дудинке, а по всей России, в том числе и в Москве. И я как корреспондент часто ездила освещать эти мероприятия. И в какой-то момент они мне просто предложили провести мероприятие. Им все понравилось. И потом пригласили. Вы бы назвали это удачей? Вообще все, что в моей жизни происходит, это отчасти удача. Это отчасти в нужное время, в нужном месте, но не подгаданно. То есть все происходит абсолютно спонтанно. Ничего я не делаю специально. То есть не выжидаю где-то в коридорах или еще что-то. Я просто делаю, вот если у меня есть какое-то дело, задание, я просто его стараюсь делать идеально хорошо. Потому что с ведущим Андреем Кремлевым мы познакомились вообще на Олимпийских играх в Бразилии. Он был ведущим в Русском доме, куда приходили наши спортсмены. Ну и вообще такое место России на Олимпийских играх. И он вот был ведущим там целый месяц. А я работала корреспондентом от радиостанции как раз таки. И мы вот там вот с ним познакомились. И в какой-то момент просто через, может быть, 4 месяца уже прошло с Олимпийских игр. Мы с Андреем не дружили, не общались. Но он мне звонит и говорит, я ему, привет, а ты ведешь мероприятие? Я говорю, ну, я говорю, нет, там типа свадьбы, юбилеи я не веду. Это не моя история. Я говорю, есть что-то спортивное с удовольствием. Он говорит, ну вот будут военные игры спортивные в Сочи. Как ты насчет там, говорит, есть несколько кандидатур, можете поучаствовать в кастинге на ведущую. И я говорю, да давай, что. То есть, ну, я, ну это ведь удача, что человек вообще обо мне вспомнил. Вот в тот момент, учитывая, что мы с ним не общались. Может, вы ему понравились, и он вас вспомнил, вы об этом не знали просто. Дело не в нравится, не нравится. Потому что он ведь уже был выбран ведущим, ему нужна была напарница. И здесь, когда ты ведешь целую неделю мероприятия, здесь очень важно, чтобы человек тебе подходил по профессиональным качествам. Здесь мало того, что типа, он мне нравится, я с ним буду вести, а он стоит не бенни-мэ, ну условно, да, например, или наоборот. Поэтому здесь я, надеюсь, все-таки с профессиональной точки зрения. С кем из присутствующих здесь людей на керлинге вам было интереснее всего познакомиться, пообщаться? Да мне кажется, я здесь уже вообще всех знаю. Потому что керлинг, и мы ведь видимся не только здесь в Дудинке, но и на Олимпийских играх тоже, потому что Олимпийский вид спорта. Я очень рада, кстати, для наших ребят, парней, мужскую команду. Впервые напрямую отобрались с чемпионата мира на Олимпийские игры. Будет интересно поболеть за них в Пекине в следующем году. Да все интересны, нет неинтересных спортсменов. Я всегда говорю, что есть неинтересный журналист, который не умеет найти что-то интересное в биографии атлета. А в целом, ну посмотрите, возьмите любого. У каждого есть о чем спросить, у каждого есть какая-то жизненная драма. Расскажите, может быть, у вас есть какая-нибудь любимая книга? Она не связана вообще ни разу со спортом. Вообще, я когда тренировалась, еще была профессиональной спортсменкой. Я была ученицей Елены Анатольевны Чайковской и ее супруга Анатолий Михайлович. Он тоже прославленный журналист. И он каждый раз, при каждой встрече, он всегда спрашивал у всех спортсменов, какую книгу читаешь сейчас. И это было очень важно. И я ему на самом деле очень благодарна за это, потому что... Ну это важно читать. Читать крайне важно. И ему... Он никогда не ругал там, если ты какую-то развлекательную... Развлекательного характера книгу. Ему было важно, чтобы мы читали. И я помню, мы летели на чемпионат мира среди юниоров в Канаду. Перелет довольно долгий. И вот по традиции, я знала, что он будет спрашивать, я купила книгу «Мемуары гейши». И вот он спросил, он говорит, типа, что ты читаешь? Я говорю, вот книгу «Мемуары гейши». Он такой, о, ну типа, поделись потом впечатлениями. И на самом деле, мне очень нравится эта книга. Не знаю, чем, ничего общего. Естественно, у меня ни с главной героиней, ни с какими-то другими персонажами. Ну, может, просто совпало. Такая вот книга, время, чемпионат мира среди юниоров. Это был мой первый чемпионат мира среди юниоров. И вот мы как-то с этой книгой вместе это время переживали. И, возможно, поэтому она мне прям в душу запала. «Бегущий за ветром» тоже очень интересный рассказ. Местами печальный. Я даже прослезилась, хотя я вообще не плачу. Там смотрю фильмы, не плачу. Там «Хачку» смотрела, я не плакала. «Титаник» смотрю, я не плачу. А вот «Бегущий за ветром» прям чего-то, я не знаю как, но до сердечка достучалась книга. А скажите, какую роль в вашей жизни играет музыка? Музыка. Я вообще ходила в музыкальную школу в детстве. На фортепиано играла. И вообще у фигуристов особая страсть с музыкой, потому что без музыки мы никто, мы катаемся под музыку. Очень важно выбрать правильную музыку. И в свое время, когда в межсезонье ты думаешь над новыми программами, ты переслушиваешь, мне кажется, все жанры. А с недавних пор разрешили еще использовать музыку со словами. То есть можно хоть Дженнифер Лопес взять и под нее выступать. Но, как показывает практика, не всегда та песня, от которой ты тащишься в жизни, очень хорошо ложится в твой конек, когда ты катаешься. Поэтому слушаешь вообще все. Но мой плейлист, девчонки, это компот просто. Компот из всех фруктов вот в одной банке. Потому что у меня там и испанские мотивы, и французский рэп, и вот скачала Манижу пару дней назад, Russian Woman, тоже мне прям зашла песня. И классический Бетховен у меня есть, и оперный певец Александра Софина. Он не оперный певец, но вот почти как оперный певец и поп такой на грани. Как будущему журналисту мне очень интересно, как вы поняли, что все-таки станете журналистом, и есть ли у вас образование журналистов? Причем у меня два образования. Первый выше у меня ГИТИС, я поступила на режиссерский факультет, потом перевелась на балетмейстерский. А второй выше у меня как раз-таки факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Но я изначально знала, я еще до фигурного катания знала, что я хочу быть журналистом. Но я всегда хотела быть именно корреспондентом. Потому что мне казалось, и я до сих пор считаю, что самая интересная работа в любом издании, на телевидении, на радио, в печатных СМИ, это быть корреспондентом. Это человек важный, потому что у зрителя, читателя, слушателя нет возможности оказаться условно вот сейчас, на мероприятии здесь, в Дудинке, на Керлинге. Они вообще не знают, что такое каток за полярным кругом условно. И поэтому те журналисты, которые здесь, это единственные люди, которые могут донести информацию, быть вот этим мостиком до читателя, до зрителя, до слушателя. И это очень важная профессия именно корреспондента. И тем она интереснее, потому что ты на месте событий. И что ты здесь накопаешь, что ты здесь найдешь, то люди и будут знать. И я где-то еще, мне кажется, лет в 10, я очень хотела быть корреспондентом. И мне дали камеру, я что-то постоянно все снимала, потом в какой-то момент я уже достала всех своих родных. У меня брат старше, сестра старше, им было там не до меня. И я писала, помню, интервью с кошкой. Это было, это мое лучшее интервью, я считаю, до сих пор, потому что она не понимала вот этот хитрый кошачий взгляд, типа, что ты хочешь от меня, отстань, я сплю. Но я писала с ней и делала ремиксы на все программы Первого канала. Типа, пока все дома. Так, в субботний вечер собрались, я ставила камеру. Я говорю, ну давайте. Потом там школа ремонта, там мы делали ремонт на даче. Я говорю, как классно, как классно, я сейчас буду снимать. И все снимала. И поэтому я изначально знала, на какой-то период появилось фигурное катание. И в раздевалке тоже все всегда шутили. Она говорит, ну это точно будет с журналистом. Постоянно, говорит, что-то говорит, что-то спрашивает. И все. И когда я закончила с профессиональным спортом, где-то год я не попала на первый год поступления в МГУ. Через год поступила. Опишите Россию будущего в трех словах. Ну, все слова будут исключительно позитивные, потому что я вижу, как развивается... Мне сложно сказать про все сферы, потому что я работаю в спорте, но я думаю, что это слова прогрессирующие, успешные и счастливые. Считаете ли вы позволительным, чтобы журналисты нанимали людей, которые писали бы для их соцсетей тексты? А почему нет? Это абсолютно другая профессия. То, как пишутся тексты в социальных сетях, это уже отдельная профессия людей, которые понимают, как написать, что написать. Если это речь не идет о сфере, в которой живет журналист, потому что условно мне кого-то нанимать, потому что мой инстаграм, это все равно все про спорт. Это он про все, чем я живу, а живу я профессиональным спортом, разными, олимпийскими видами. И какие-то виды спорта, они не олимпийские, но они мне там тоже очень нравятся, как синхронное катание, скоростной спуск на коньках. В моем случае нет смысла кого-то брать, потому что лучше, чем я, про мою страсть, про мой образ жизни и мою любовь к спорту никто не напишет. Да, как ты правильно говоришь, никто не напишет. А условно, если журналист ведет криминальную колонку в какой-то газете, а хочет писать инстаграм про лайфстайл, то почему нет? Там ведь тоже свой алгоритм. Я вот, видишь, я тоже в этом не очень разбираюсь. То есть я веду свой инстаграм вот от души. Вот что у меня идет, то я публикую, то я делаю. А это неправильно. Там нужно, типа, в конце поста обязательно задать вопрос, сделать какой-то челлендж, потом провести розыгрыш. Это все тоже работа сейчас. А сейчас в соцсетях у вас есть заработок? Монетизация? Это как-то окупается? Ну, канал в ютюбе фигурка, но я его делаю совместно со Спорт24. Говорит, что мы его никак не монетизируем неправильно, потому что у нас показывается там реклама под ютюба самого. От инстаграма я бы не сказала, что у меня есть прям какой-то заработок, я на это жить не могу, потому что мне лень этим заниматься. Если поднапрячься и взять какого-то человека, который будет заниматься поиском рекламодателей условно, для моих постов, то, наверное, можно его как-то монетизировать. Но, с другой стороны, я очень не люблю делать рекламу. Я очень вредная в плане... Там, я помню, мне написали ребята, которые занимаются пошивом одежды для фигуристов. И они говорят, Эмма, мы хотим рекламу на вашей странице, потому что в плане спорта моя страница очень привлекательна. У меня узконаправленная аудитория, которая любит спорт, которая любит профессиональный спорт, в частности, там, фигурное катание, футбол, хоккей. И говорит, мы хотим вам прислать любую вещь, которую вы хотите, с нашего сайта, а вы там взамен... Ну, такой бартер. Там достаточно дорогой был этот комбинезон. Я говорю, смотрите, если мне не нравится, я не буду говорить людям, что мне нравится, потому что я не смогу сыграть. Учитывая, что я пишу видео, а камеру все равно не обмануть. Зритель всегда чувствует ложь в эмоциях человека. И они согласились, они говорят, окей, мы согласны. Я думаю, о, какие смелые ребята, вы мне уже нравитесь. И мне прислали комбинезон, и он просто потрясающий. Мне в нем на катке не жарко, потому что, когда ты катаешься на катке, тебе становится жарко. Но при этом я была с ним... Даже снималась видео зимой на улице, и мне было не холодно. Там вот какой-то специальный материал. Поэтому такую рекламу, ну, как бы с удовольствием, потому что мне потом... Я люблю быть полезной, потому что люди тоже купили комбинезон, и мне потом писали, блин, как классно, спасибо большое, там мой ребенок не снимает этот комбинезон, и там присылают фоточки. Я думаю, блин, прикольно. Классно, что я была полезна. Какие у вас планы на ближайшие пять лет? Не знаю, с каких-то пор, мне кажется, я перестала строить планы. Просто у меня была цель, условно, да, когда радиостанцию закрыли, я подумала, все, хочу быть ведущей на телевидении. Хотя такой цели никогда особо не было в голове. И сначала я хотела быть корреспондентом на телевидении, потом я поработала корреспондентом на телевидении. И мне почему-то было так важно, чтобы... Вот я веду новости, и у меня родители могли включить телевизор и посмотреть на меня. Для меня прям вот этот момент был очень важный. И когда это произошло, я такая думаю, а что дальше? Я просто хочу быть в спорте, я хочу продолжать делать то, что я делаю, и развиваться. Я очень хочу, чтобы какие-то идеи креативные все чаще и чаще рождались в моей голове, и чтобы рядом была команда, которая поможет эти идеи реализовать, потому что у нас такая сфера, ты один, ты никто. Вот мы даже пишем здесь интервью, и без всех этих людей здесь. По сути, этого бы интервью не получилось, и очень хочется, чтобы люди, которые подходят эмоционально, подходят... Просто я достаточно сумасшедшая, я могу там в час ночи начать писать, что надо что-то перемонтировать. И если человек мне не отвечает, я начинаю нервничать. Ну то есть, почему он не хочет перемонтировать? Это же надо перемонтировать. Потому что это выдавать в эфир там завтра в 9 утра, это надо перемонтировать. И я очень рада, что у меня сейчас есть такие люди, которые в час ночи меня отмечают и готовы это перемонтировать. Не потому что я их заставляю, а потому что им самим кайфово сделать идеальный продукт. Спасибо большое. Вам спасибо. Было интересно с вами пообщаться. Ой, мне тоже.